Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В микрорайоне пригород Лесной отметили Международный день соседей. Некоторые соседи, они даже не знали друг друга, теперь они познакомились. Коммунальные службы продолжают приводить в порядок территорию Ленинского городского округа. Задействовало у нас 15 дорожных рабочих на данной территории, 7 единиц техники. Подвели итоги фестиваля конкурса детского творчества под названием «Мир распахнутых сердец». Благодаря этому мероприятию, этому конкурсу мы узнали много нового. По всей России отметили Международный праздник День соседей. Не стал исключением и Ленинский округ. В микрорайоне пригород Лесной жители домов объединились, чтобы принять участие в семейных спортивных состязаниях на свежем воздухе. Пусть не только ребята, пусть родители, пусть ваши бабушки и дедушки приходят на такие праздники, и тогда вы будете жить именно по соседству и в дружбе. В микрорайоне пригород Лесной встретились жители, чтобы поздравить друг друга с праздником Добрососедства. На территории общеобразовательного центра «Старт» гостей ждали спортивные локации для совместного отдыха за игрой. Активности, которые будут проведены сегодня на стадионе, это разные виды спорта, где примут участие ребята и жители нашего микрорайона, я думаю, покажут то, что соседский спорт сейчас актуален. Спортивный праздник прошел по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Некоторые соседи не знали друг друга, теперь они познакомились друг с другом, и это очень здорово. В пригороде Лесной проживает несколько десятков тысяч человек. Каждого из них объединяют не только лестничные площадки, но и житейские дела, в которых именно сосед сможет оказать помощь. Жители отметили, что совместные игры помогают объединиться. Здорово провели время, и так мы насладились. То так нас не вытащишь на улицу, а тут есть повод выйти на улицу, пообщаться с другими, со всеми. Я хочу провести время со своими соседями и поиграть в теннис, потому что это развивательно, и можно чему-то новому научиться. Праздник спорта и добрососедства удался. Гости вышли с площадки не только с хорошим настроением, но и с новыми друзьями. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Коммунальные службы продолжают приводить в порядок территорию Ленинского городского округа. В поселке Боброво на Крымской и Лесной улицах провели комплексную уборку. Сотрудники МБУ Дорсервис осуществили промывку автомобильных дорог, скосили траву, убрали сломанные ветви деревьев, а также подмели улицы. Задействовало у нас 15 дорожных рабочих на данной территории, 7 единиц техники. Это, как видите, у нас и погрузчики, самосвалы, поливочные машины. Производим мойку асфальта, убираем смёд, производим покос травы, как механизировано это трактором, а также ручная уборка территории. Далее такие работы проведут в поселке Дрожжино. В плановом порядке городские службы будут поддерживать чистоту на всех улицах и дорогах муниципалитета. В Подмосковье стартует купальный сезон. Отправляясь отдыхать к воде, не стоит забывать о правилах безопасности. Не заплывайте далеко, не ныряйте в незнакомых местах, особенно у плотин и в местах со знаком «Купание запрещено». Не прыгайте в воду с лодок, причалов и катеров. Также запрещено заходить в воду в нетрезвом состоянии. Обращаем внимание, что исключается купание детей без надзора взрослых. Телефон Единой службы спасения 112. В центре Москвы на территории Центрального штаба ветеранской организации «Боевое братство» состоялось торжественное открытие воинского мемориала каскадерам, павшим и живым. Он посвящен военнослужащим бригады беспилотной авиации ВКС России «Гром каскад». На мероприятии был и руководитель Ленинского отделения боевого братства Владимир Песоченко. С ним побеседовал Максим Козлов. В Москве появился еще один воинский мемориал. Уникальность его состоит в том, что посвящен он настоящим и бывшим военнослужащим бригады «Гром каскад» – первому в вооруженных силах России соединению беспилотной авиации. У ее истоков стоял депутат Государственной Думы, герой ДНР, кавалер Ордена Мужества, один из руководителей «Боевого братства» полковник Дмитрий Саблин. Бригада из маленького отряда, которая просто помогала на первом этапе, стала фундаментальным элементом вооруженной борьбы. Больше 18 тысяч боевых вылетов, 6619 уничтоженных целей при помощи бригаде, участии бригады. Из них 620 силами самой бригады. Мемориал возвели на территории Центрального штаба ветеранской организации «Боевое братство». Его название – «Каскадером, павшим и живым». Саблин Дмитрий Вадимович, он с начала спецоперации показал, какой он командир. Вместе с ним нашлись единомышленники. Они ушли на фронт, взяли на себя задачу быть разведчиками. Я веду разговор к тому, что вместе с бойцами в одном окопе, вместе с бойцами на передовой. Вот это показывается, что командир со своими ребятами, да, они в одном строю. История бригады «Гром Каскад» началась в марте 2022 года. Первый состав подразделения состоял из шести человек. На сегодняшний день бригада включает более 50 расчетов. В первую очередь это символ добровольчества, потому что в отряд пошли депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных собраний, многодетные отцы. Почти у каждого было огромное количество уважительных причин. Но ребята приняли для себя свое внутреннее решение, что в момент такого вызова для страны они должны встать на защиту своей Родины. Во время открытия монумента прошло награждение бойцов «Каскада» государственными наградами и медалями общественной организации «Боевое братство». Вот эти годы с февраля 22-го, с марта 22-го, когда мы заходили в Мариуполь, для всех нас это были лучшие годы нашей жизни, которые мы поражили вместе. И уверен, что таким коллективом, честным, эффективным будем жить дальше. Стоит отметить, что Ленинский городской округ имеет непосредственное отношение к бригаде «Гром Каскад». В настоящий момент одним из командиров батальона является человек, которого хорошо знают в округе. Наш земляк, с нашего города Видное, он сегодня возглавляет это подразделение. Для нас это честь и хвала. Мы гордимся, что с нашего города есть такой человек. И мы не можем назвать, сами понимаете, спецоперация. Мы всегда его поддержим, чтоб не случилось. И всегда будем рядом с ним до конца спецоперации. Идея увековечить память каскадеров, тех, кто погиб, и тех, кто продолжает сражаться в зоне СВО, принадлежит полковнику Дмитрию Савлину. В кинотеатре «Искра» состоялся благотворительный концерт в поддержку маленького жителя города Видное. Александр Багнюк страдает серьезным заболеванием и нуждается в помощи. На сцене с театральными постановками выступили юные талантливые артисты, а все вырученные средства были отправлены на реабилитацию мальчика. С подробностями наш корреспондент Арина Лукьянцева. На сцене кинотеатра «Искра» прошел отчетный концерт театральной студии. Зрители ждали лучшие номера сезона, красочные костюмы, декорации и оригинальное музыкальное оформление. С приветственным словом выступила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. От имени главы Ленинского городского округа я передаю слова глубочайшего уважения, слова приветствия всем участникам отчетного концерта, руководителям студии, ребятам с пожеланиями вам всем успехов, друзья. Искусство вызывает эмоции, вдохновляет и объединяет людей. Поэтому организаторы решили совместить мероприятие с благотворительной акцией. В этом году мы решили, что финальный отчетный концерт у детей должен пройти в русле благотворительности. Связавшись с соцподдержкой, мы выбрали семью, у которой есть мальчик, пятилетний Саша. Он болен аутизмом. Саша Багнюк – мальчик со светлым взглядом, полным искренности и доброты. Однако за обаятельным видом скрывается серьезная болезнь. Саша и его брат-двойняшка родились с диагнозом аутизм. Социальной поддержке удалось помочь только одному ребенку. Отец семьи служит в зоне специальной военной операции, а мать одна воспитывает троих сыновей. Эта история до глубины души тронула коллектив театральной студии, где пропагандируются семейные ценности. Руководительница Лолита Горболь отмечает, что концерт удалось организовать благодаря поддержке администрации округа. Администрация охотно нам помогает в организации, что тоже большая благодарность им за это. ИСКА очень добродушно относится к благотворительности. И в этом зале нам очень уютно. И на самом деле хочется сюда возвращаться, для того, чтобы организовывать все больше и больше вот такой вот благотворительной помощи. В фойе кинотеатра для гостей также были подготовлены розыгрыши призов, фотозона и сахарная вата. Посмотреть театральные постановки, поучаствовать в интерактивах и сделать доброе дело мог любой желающий. У меня ребенок участвует в сегодняшнем мероприятии. Они открывают, скажем так, благотворительный концерт. Они первые идут. Ну и плюс это замечательная идея, добрая. Именно от деток, что они сопричастны к такому делу. И я ребенку тоже это рассказывала. Она вдохновлена. И поэтому тут. Артисты в возрасте от 4 до 16 лет предстали на сцене в разных впечатляющих образах. Они показали семь непохожих друг на друга спектаклей. Выступления отличались жанром, тематикой и характером. Мы подготовили спектакль «Мудрые рассказы бабушки Айминь». И я играю главную роль. Как вот ты думаешь, как искусство помогает благотворительности? То, что люди играют в помощь людям. Вся прибыль с концерта была направлена на лечение Саши. Однако мальчик все еще нуждается в поддержке. Пожертвовать любую сумму и помочь может каждый. Арина Лукьянцева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В кинотеатре «Искр» прошел фестиваль-конкурс детского творчества под названием «Мир распахнутых сердец-2024». Участвовали муниципальные дошкольные организации Ленинского городского округа. Фестиваль детского творчества «Мир распахнутых сердец» проводится уже 17 лет подряд. В этом году он впервые проходил в обновленном конкурсном формате. «Конкурс проводился по пяти номинациям. Это конкурс часов, конкурс песен, конкурс танцевальных коллективов, конкурс рисунков и фотографий семейных». В гала-концерте были представлены лучшие номера творческих коллективов и солистов. При поддержке педагогов ребята долго готовились, поэтому достойно продемонстрировали свои таланты. «То, что мы репетировали в школе, в саду, да, это, конечно, я строго репетировала, а потом они у меня молодцы, мы их всех любим, они у нас звезды». Познакомиться с известными композиторами, получить удовольствие от самой подготовки и выступления и, самое главное, раскрыть таланты. Вот для чего проводится детский конкурс. «Благодаря этому мероприятию, этому конкурсу, мы узнали много нового, раскрыли новый талант. И сейчас мы уже задумываемся вместе с мужем, с супругом, развивать талант пения, так как мы участвовали в вокальном номере, идти дальше». В год семьи тема фестиваля соответствующая «Семья и Родина едины». Некоторые номера были подготовлены с участием родителей. Такое взаимодействие с детьми очень сближает, считает папа Иван Алтухов, который в дуэте с сыном выступил под гитару. «Максимально много времени провожу с детьми. У меня есть еще и старшая дочь. Соответственно, как только с работы приходишь, все время только им». Победители фестиваля конкурса были награждены дипломами и памятными статуэтками. Остальным конкурсантам вручили дипломы участников. «Это нас, взрослых, настолько вдохновляет, настолько мотивирует, чтобы создавать вам новые условия, возможности, всегда вас поддерживать». Всего участия в фестивале приняли 19 образовательных учреждений, около 240 участников и 13 коллективов. Дмитрий Книга, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова